Вы уже побывали в одной из визитных карточек нашего города, в панораме, напоминающей о днях первой обороны. И много чего сегодня интересного хочется вам подарить в ощущении этого города, чтобы вы дух Севастополя прочувствовали хорошо. Но, конечно же, за один день это сделать сложно. Поэтому мы просим вас быть теми людьми, которые помогут нам в противовес демотиваторам, говорящим, что здесь актуальными будут милиторитуры и вообще опасно ехать в Крым. Будьте теми людьми, которые развенчают это представление о опасном отдыхе в Крыму и Севастополе. Будьте теми, кто донесет своим ощущением пребывания здесь, как у нас хорошо, как у нас тепло, как у нас солнечно, как мы ждем вас. Вы увидите разный Севастополь. Здесь на южной стороне, потом через бухту видна уже вам другая часть Севастополя. Вы и там побываете, на северной стороне. Вы увидите все своими глазами. Расскажите эту правду о Севастополе. Привезите друзей своих сюда не только в летние жаркие дни, а мы в лето, конечно же, прежде всего ждем туристов. Привозите к нам людей в течение всего года, потому что Севастополь, как никакой другой город Крыма, является не столько курортным, сколько туристическим. Конечно, здесь большая пляжная зона. И вы сегодня увидите отели, находящиеся вблизи песчаных пляжей. Конечно, есть замечательные вулканические отроги. Там вы увидите тоже рядом с 35-й батареей огромное количество частных отелей. Туда приезжают люди, которые любят покупаться в чистой воде возле каменистого пляжа. Но вы увидите, конечно же, что в Севастополе можно сочетать и пляжный отдых, и вот действительно отдых для тела, и отдых для души прежде всего. Поэтому россиянам открыть Севастополь и вернуть его тот город, который был утерян для России в понимании не только школьных учебников истории двух оборон, а в ощущении этого города каждой клеточкой своей души. Вот такой город откройте своим землякам. Покажите, что сюда нужно везти детей, извините, покажите, что сюда нужно везти и детей, и взрослых. Детей для того, чтобы вспомнить о том, какие нити связывали нас с Россией. Здесь сражались и Владимирские, и Суздальские полки во время Крымской войны. Отсюда уходили наши корабли после второй обороны Севастополя. Расскажите об этом детям. Ну и напомните тем взрослым, которые после 90-х годов стали меньше приезжать в Крым. Ведь раньше у нас здесь, в Севастополе, 85% туристов это были россияне. В прошлом году, по данным наших мониторингов, чуть больше 50% был российский турист в Севастополе. Куда ушли остальные? Ушли на ленивые пляжи? Ушли в Волинклюзив? Ушли на ленивый отдых? Сюда едут те, кто ищет активный отдых и для души, и для тела. Вот для этих людей Севастополь. Откройте его таким. Мы сделаем все возможное. У нас есть и потенциал бюджетного отдыха, а не дорогого. У нас есть и потенциал для конференц-туризма. И самые взыскательные туристы остаются довольными, посещая наши отели. У нас есть потенциал для организации тематических туров, как дегустационных туров, так и туров, связанных с военно-патриотической тематикой, детских туров, возможности активного туризма. Потому что Севастополь, конечно же, город-памятник, музей под открытым небом, но это еще город, окруженный огромным количеством красивых каньонов, долин, удивительных пещер, удивительных пляжей неповторимых. Поэтому вот такой Севастополь красивый, вкусный, улыбающийся Севастополь. Но вы наверняка все журналисты эпитетами владеете больше, чем чиновники. Подберите те эпитеты, которые вы увезете сегодня вечером после посещения нашего Севастополя. Полюбите его так, как любим его мы. И верните сюда российского туриста. Это будут те люди, которые восстановят нити, связывающие город русской славы. Город, в словах гимна которого даже звучат строки о том, что это город русских моряков. Управление туризма и международного сотрудничества, теперь уже для России, к счастью для нас, не международного, а регионального сотрудничества, сделает все возможное, чтобы отдых здесь у туристов получился хорошим. Откройте такой Севастополь, я прошу вас, просто. Есть вопросы ко мне, как чиновнику? Да, вот скажите, вы назвали несколько, что есть разные варианты, скажем так, позиционирования Севастополя как туристического города. Вот есть ли какие-то предпочтения, вот как администрация планирует, на что делать упор? На пляжные или на дискуссионные программы? Дело в том, что администрация не делает упор, упор делает спрос. Спрос задает турист. А администрация, чиновники помогают имиджевой политике Севастополя, помогают все-таки улучшению качества обслуживания, чтобы цена нашего обслуживания соответствовала качеству, а поэтому мы работаем со специалистами, готовыми действительно в этой сфере обслуживать туристов. А это не только экскурсоводы, это ательеры, это те, кто морские прогулки осуществляет, активный отдых организует, дегустационные туры проводит, те, кто кормят туристов и говорят им, что да, вы уедете отсюда, почувствовав, что такое вкусный город Севастополь. Поэтому акценты в каждый сезон немножко смещаются. Вот прошлый сезон был настолько насыщен событийными мероприятиями, что в этом году мы продолжили эту традицию. И событийный туризм остается у нас одним из ключевых. Лучше, чем в Севастополе, 9 мая нигде в Крыму вы не отпразднуете. Правильно? Лучше, чем в Севастополе, день флота, день Черноморского флота нигде вы не отпразднуете. Поэтому это базовые мероприятия. У нас заходит много новых фестивалей, фестивали, прижившиеся здесь за последние 5 лет. Это и «Воена и мир» фестиваль военных оркестров, и медийный фестиваль, и фестиваль авторской песни «Балаклавские каникулы». И теперь уже два фестиваля яхтенного туризма, то есть парусная неделя Севастополя, когда вы на красивых крейсерских яхтах можете проплыть по нашим бухтам и полюбоваться ими во время шоу, проходящего на берегу. То есть событийный туризм остается для Севастополя ключевым. Событийный туризм дает возможность Севастополю туристическому функционировать действительно с января по декабрь, не привязываясь к курортному сезону. Конечно же, курортный сезон остается прерогативой в выборе тех, кто хочет приехать сюда оздоровиться. Но сочетание отдыха на пляже и привязка к событийным мероприятиям остается тоже для нас важным. Журнал «Турбизнес», скажите, а вот рекламный и маркетинговый бюджет, а не как-то продвижение на территории Москвы и центральных зон России будут участвовать? Планируется, да. Департамент туризма Москвы и Московская область поддержали нас в нашем обращении о социальной рекламе отдыха в Крыму и в Севастополе, в частности, в Москве. Поэтому действительно разговор о том, что реклама будет вестись с поддержкой структурных подразделений туристических в российских регионах и в Москве, как, естественно, столице нашей Родины. Конечно же, об этом уже не только был разговор, а уже есть пошаговые мероприятия. Помимо того, Ростуризм намеревается подготовить большую программу создания единого российского колл-центра информационного, в том числе два новых региона, Севастополь и Крым, заходят в эту программу для того, чтобы российский турист мог набрать бесплатный номер 8800 и так далее, реклама будет донадена, и получить любую информацию о возможностях размещения, в частности, в Севастополе, о возможностях программ в Севастополе, о возможностях и дешевого, и дорогого отдыха в Севастополе. Все это делается. Это поддержка имеет цифровое выражение или пока нет? Имеет, она отрабатывается сейчас, да. И все это будет опубликовано на сайтах Ростуризм и Минкультур. Будет ли подход... Имеет, она отрабатывается сейчас, да.